газета нераскрытые преступления в ответ на обращение общественной организации кавальер в рамках борьбы с религиозным экстремизмом представляет для чего журналисту бороться с какими-то сектантами с ветряными мельницами которых не существует если это опд и и пусть ей занимаются правоохранительные органы если там есть опд если она не придумана некий структурой которая имеет свой интерес в этом мальцев олег викторович ученый прикладник руководитель научно-исследовательского института международная судьба аналитическое сообщество руководитель экспедиционного корпуса приветствую вас олег викторович здравствуйте константин владимирович наш медиамост одесса мюнхен хотелось бы начать с поздравлений вас как главного архитектора международного проекта который безусловно сегодня является резонансным мы об этом можем с уверенностью говорить в научном сообществе академическом мировом сообществе так и в политическом сообществе почему потому что сегодня подтвердилась информация о том что о нашем проекте уже в курсе премьер-министра франции почему мы можем об этом говорить дело в том что как мы знаем фэклис это неправительственная организация французская которая датируется при этом и финансируется французским правительством и что мы сделали мы попросили передать господину премьер-министру и представителям правительства франции что наша позиция непоколебима мы придерживаемся закона и порядка в любой сфере деятельности как в общественной таки в научной таки в бизнес сфере и нам кажется что любой здравомыслящий как бизнесмен как чиновник как политик как научный деятель он ну мне кажется придерживаться все-таки позиции порядка насколько нам известно давече была встреча с массимой интервине чем если не ошибаюсь массимо интервине сам пригласил вас к себе в институт где произошла ваша встреча первый вопрос какие были темы знаете как повестка дня я в двух словах расскажу о самой поездки поездка была запланирована мы до этого договаривались встречи встреча рабочая что это значит она включала собой в себя консультацию и она включала в себя переговоры о сотрудничестве то есть два этапа было на первом этапе мы приходили к общему пониманию того что мы делаем и для чего на втором этапе мы организовывались то есть мы организовывали взаимодействие между собой для того чтобы эффективно вместе сотрудничать и работать я бы сказал так было три блока больших разговоров первый блок был о том о новых религиях она о явлении новых религиозных движений и так далее и тому подобное то есть мы говорили об академической части вторая тема была это борьба с религиозным экстремизмом да то есть как бы мы когда мы разобрались расставили точки над и что явление такое существует мире как бы мы решили о том посмотреть на него с разных точек зрения насколько это законно насколько это научно и так далее и так далее то есть мы смотрели с точки зрения академической науки с точки зрения мы смотрели на это сочнее право разных государств соединенных штатов америки и так далее мы поняли что мы в общем-то делаем одно дело делаем одно дело и мы могли бы его делать эффективно это дело работая сообща с координируя усилия своих работами третья часть была методологическая она была закрытой без видеокамер то есть это частные переговоры как бы с двух словах скажу мы обсуждали методологию борьбы среди религиозным эсэмизм то есть сами методики как это делается каким способом останавливаются такие субъекты совершающие незаконные действия в отношении третьих лиц как бы субъектов хозяйствования коммерческих структур и так далее которые к религии не имеют никакого отношения и и мы разбирали как это делают академики я делился своим опытом как это делаем мы и у нас получилась достаточно стройная система которая может сам совместно самостоятельно как бы работать и вместе так сказать добиваться результатов в этой сфере но резонный вопрос насколько вы остались довольны этой встречи в первую очередь мне интересует ваша позиция как руководителя научно-исследовательского института и оппозиция массиво интервини я думаю что как любой итальянец он достаточно эмоционально описывал свою реакцию от встречи массиво интервини остался встречей доволен он очень много помог и направлении подготовки журналистов в том числе и нашего с вами издание нераскрытые преступления он для себя прояснил очень много деталей что такое газета нераскрытые преступления кто главный редактор дал рекомендации которые бесценны сами по себе что грамматная практика в этом направлении что нужно сделать для того чтобы это был действительно мощный международный как бы проект вот и я считаю что нас давно пора прекратить называть проектом давно пора на прикрытие за проектом проект это то что создает технологию технология давным-давно создана да но у нас есть общественная организация кавалер которая активно борется с религиозным экстремизмом во всех странах я бы это так констатировал поэтому я хотел бы чтобы сегодняшнего дня мы прекратили говорить о проекте начали говорить об общественном объединении экспертов в области борьбы с религиозным экстремизмом которая называется кавалер окей еще несколько слов о результатах я так понимаю что эта поездка это начало сотрудничество с массиво интервиния есть ли вещи которые вы можете озвучить вслух безусловно без какой-то закрытой кулуарной части да какие будут продолжения работы с массиво интервиния я бы не стал много на эту тему говорить зачем оппонентам знать планы я бы сказал так но два слова в двух словах скажу мы ждем массиво интервиния в гости одессе он едет к нам в гости и там мы будем отрабатывать рабочие модели в том числе которые будут позволять вам как общественной организации успешно противостоять незаконным действием определенных субъектов которые используют религиозный экстремизм как недобросовестную конкуренцию во время общения с разными экспертами у нас с более десяти стран участвует в уже не в проекте а вот в собственно в деятельности общественной организации кавальер общественное объединение кавальер и возникает вопрос о том что же вы делаете да то есть у них их интересует вопрос по сути стратегической концепции общественная организация защищает частных лиц и деловые круги вот попыток незаконной дабы недобросовестной конкуренции со стороны субъектов которые используют религиозно-экстремистскую деятельность с целью регулирования коммерческого рынка на территории западной европы соединенных штатов америки и страны снг это ключевая позиция вы знаете у нас возникла определенная тенденция на протяжении последних двух недель несколько представителей журналистской среды которые участвовали в информационной атаке в отношении научно-исследовательского института вас те люди которые пытались вас дискредитировать в неофициальном обращении в личных сообщениях они приносят свои извинения публично не покажут не готовы выступить они понимают что они ввязались и стали соучастниками явном виде религиозного экстремизма и не всячески пытаются сейчас отгородить себя то есть не связывать себя с этим явлением и по этой причине у меня возникает вопрос а как массимо интервине отреагировал и насколько ценный для него была история была информация и практика нашего противодействия фэквис который происходил на протяжении двух лет ведь все-таки интервине он академик ученый а мы имели противодействие на разных уровнях как информационном правовом так и на уровне специальных мероприятий в отношении нас массимо интервине я был удивлен вообще что мы смогли исправить то есть он с огромным вниманием слушал те вопросы которые задавал и когда он понял что у нас есть методология борьбы с подобного рода субъектами в том числе информационном пространстве в том числе на уровне средств массовой информации он был очень удивлен потому что там есть такой вопрос вы потом увидите в интервью в официальном есть в неофициальной части как бы вопрос где я спрашиваю разработал ли кто-либо когда-либо какую-либо методологию борьбы с подобного рода субъект и массимо интервине сделал так я я спросил может быть еще кто-то он сказал да есть еще два профессора им уже по 2 под 80 лет так что скоро я оставлюсь то есть он удивлен был что вообще существуют люди которые способны этому противостоять потому что они фактически до сегодняшнего дня работали но определенным способом это давало результаты в судах это давало результаты в академической части но это не останавливало сами попытки это сделать то что предлагаем мы как бы это останавливает то есть это прекращает деятельность субъектов которые этим занимаются у большого числа экспертов вызывает вопрос почему мы настолько сконцентрированы на фэкресе и дворкине на что мы отвечаем всегда что это лишь яркие примеры ну не более того представители разжигатели вот такой такое явление как религиозный экстремизм на что у них возникает следующий вопрос насколько вы ограничены в географии присутствия мы не ограничены в географии у нас достаточно сил и ресурсов для того чтобы справиться с любой задачей подобного рода на сегодняшний день в интересах любой организации в мире если мы возьмемся конечно за это что касается дворкина я вам вообще не интересует ну как бы как такового дворкин это я бы сказал пример то есть модель на которой эксперты в настоящий момент времени отрабатывают те или иные методы как бы противодействия религиозному экстремизму которые люди используют вне добросовестной конкуренции против коммерческих как бы и религиозных новых религиозных движений структуры и так далее и тому подобное поэтому я думаю что дворкин это просто такой представитель в российской федерации да и все у нас своих полно и в одессе в том числе религиозных экстремистов вот я уверен что и в киеве такой же список религиозных экстремистов существует он в нью-йорке существует он в баллоне и существует он такой же список религиозных и стримберядье всего и во франкфурте и в мюнхене и так далее поэтому я вообще не понимаю почему кого-то интересует дворкин воркин это просто один из фрагментов нашей деятельности если люди не видят остальной части нашей деятельности это не значит это не значит что ее не существует вопрос который интересует людей не боимся ли мы мы понимаем что религиозный экстремизм и работа фэкриз это не вне правительственные якобы организация но финансируемая правительством франции в том числе да и это элемент госполитики об этом говорят многие и социологи и философы и соответственно возникает вопрос вот некая организация для них вы же понимаете для зрительного зала она вновь появилась кавальер они ведь не знают предыстории они не видят того что происходит за кадром и сколько времени вы создавали этот проект они этого не видят более того они понимают что 25 экспертов которых мы показали это лишь малая часть тех людей с которыми мы работаем это нет это они уже начинают понимать и так вопрос не боимся ли мы я бы им в ответ задал вопрос они не боятся соблюдать закон то есть свобода совести свобода вероисповедания право на самоопределение и прочие вещи записаны в конституциях всех европейских государств я думаю что должно бояться правительство которое реализует антиконституционную политику я адвокат извини я не могу оперировать иными вещами кроме как право потому и вообще не понимаю почему у человека какого-либо эксперта возникает подобного рода вопроса нельзя иметь к этому непосредственное решение я работал с конституциями с нормативными документами в том числе конвенциями по правам человека и так далее думаю почему у него вообще вопросы возникают вот в этом направлении то есть я не боюсь соблюдать закон бояться должны преступники которые закон нарушают в котором место на скаме вот о чем у него думают бояться должны преступники а тот кто задает подобного рода вопросы он не определился еще он преступник или он честный добропорядочный гражданин мы построили систему способную защищать законные интересы граждан юридических лиц и определенных кругов от нового явления которое подобно раковой опухоли которая называется религиозной вот и все мы построили систему которая способна людей защитить раз их не хочет защищать закон какой-то степени раз их не хочет защищать в полной мере академическая наука но я посчитал что раз я обладаю организаторскими способностями я должен таким образом организовать работу и с академической наукой и на уровне экспертов и на уровне конфиденциальных действий для того чтобы таким образом чтобы эти участие системы работали в рамках одной политики одних правил одного управляющего центра и они могли быть защищены со всех сторон в рамках этой профессиональной деятельности и тем самым создавать благоприятные условия для бизнеса и прочей общественной как бы деятельности в мире не боясь задавая вопросы а не боимся были мы соблюдать закон то есть я как адвокат как ученый считаю что бояться должны те кто закон нарушают бояться должны те кто являются экстремистами бояться должны те кто использует методы определенные которые в общем-то раньше были свойственны исключительно спецслужбам для того чтобы препятствовать законной предпринимательской деятельности препятствовать реализации конституционных прав граждан препятствовать национальной политике государств которые действуют на основании конституции если кто-то создал свою частную армию для того чтобы регулировать рынок посредством разного разного рода специальных действий в том числе и в информационном поле которые раньше стояли на вооружении только у спецслужбы сейчас стали как бы на вооружении определенных частных армий то извини за вооружение коммерческие структуры законно зарегистрированы любые и религиозные новые религиозные все что право поле работы должно иметь способ каким-то образом себя сохранить и продолжить свое существование я говорю совершенно официально то есть если у нас существует политика государственная в каком-то государстве например во франции и она так сказать направлена на то чтобы развивать религиозный экстремизм это не касается всех остальных государств евросоюза не касается украины страны снг и америки понимаете если там существует штаб-квартира частная армия которая пытается методами недобросовестной конкуренции регулировать рынок то пусть она остается врат на государство франции и там и работаем потому что там этому способствует правительство 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 моего государства где я живу я имею ввиду украины категорически против религиозного экстремизма и поэтому когда приходит определенного рода структура какой-то определенного рода структура с российской федерации через российскую федерацию и начинает регулировать рынок одессы а наши средства массовой информации довольны что у них появилась технология зарабатывания денег из воздуха методом пугания каким-то бабаем несчастных родителей детей да то извините за выражение ну больше большей мерзости если просто представить не могу и если кто-то задает вопрос боимся ли мы нет мы не боимся пусть боятся те кто использует глупых я бы так сказал доверчивых невежественных граждан для того чтобы пытаться влиять на рынок профессиональных услуг украины и на какого-то любого другого государства пытаться прекращать деятельность законных формирований том числе новых религиозных движений если они не являются никаким о пк и являются никакой преступной структурой и и содержат в себе никаких противозаконных действий и вот меня очень сильно честно говоря вот удивляет что права на описанные в конституции прямо нарушаются определенными как бы граждан она это все смотрит ничего делать то что у них нету организатора который бы сказал знаете дамы и господа я дико извиняюсь давайте организуем все это видео порядок в нашем обществе я бы долго смотрел на это но когда меня это непосредственно коснулось я построил систему все что я хочу чтобы все эти люди знали что подобного рода система существует и что просто так они это не смогут делать теперь то есть их деятельность будет прекращаться повсеместно а если кто-то желает чтобы с ним продолжали делать то же самое и не будет обращаться в кавальер за помощью профессиональной это их выбор может они желают чтобы так происходило и вот на эти права тоже кстати на выбор человека в рамках закона тоже никто не признает и я ничего в этом случае не смогу сделать и я не были коллеги даже мастер уютры